Молодые не значит неопытные. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С, с вами Мариана Мирная. Говорим сегодня о молодежном театре с теми, кто занят его созданием. Владимир Гальченко, председатель союза театральных деятелей Самарское отделение, Ирина Сидоренко, заведующая кафедрой актерского искусства в нашем институте культуры. Здравствуйте. Здравствуйте, еще раз. Вот смотрите, есть такая штука, как понятие театра у человека, который рождается, ходит в театр и так далее. Мы привыкли, что есть драматический театр, что есть кукольный театр, оперный театр. Что такое молодежный театр? Есть ли где-то аналоги, да, мы идем по какому-то известному пути, или мы вот новаторы? Я могу сказать, что путь настолько известен, что он уже традиционен. Каждый город, даже не обязательно миллионника, может быть, немножко поменьше, но претендующий на театральную составляющую, имеет свой молодежный театр. В Москве центральный молодежный театр, это Трамп, знаменитый, да, я даже не беру столицу. У нас в Тольятти есть молодежный театр. Молодежный драматический театр. Молодежный драматический театр. То есть это не новая история, это мы поправляем ту ситуацию, о которой Союз театральных деятелей очень много и часто говорил, что наши соседи немножечко нас обогнали по театральной составляющей, и нам нужно их просто догонять. И эти разговоры о создании еще одного театра, потому что у нас в области их всего 14, да, мой любимый пример уже всем надоевший в Екатеринбурге, в городе работают только в городе, 24 театра, а в области их 35. А у нас в области 14. Надо догонять, потому что раньше эти регионы исторически всегда с театральных Самары брали пример. Но ученики оказались немножко лучше учителя. Учитель немножечко попочивал на лаврах и теперь, в общем-то, хочет эту ситуацию исправить. И мы очень благодарны мэру города, Алибу Борисовичу Фурсову, который услышал нас. И идея о создании молодежного театра, как правило, это делается под какой-то хороший курс. Вот в нашем театральном вузе выпускается этот курс руководителя Ирины Анатольевны. Открыть вот эту молодежную историю, я думаю, что эта идея будет востребована и городом. Курс выпускается в 2018 году, так что лето 2018 года будет словно не только чемпионатом мира, который будет проходить у нас. Такой спорт и культура. А о рождении новой истории. Когда рождается что-то новое, значит, жизнь идет вперед. Ирина Анатольевна, ну вот как человек, который как раз творческой составляющей этой всей истории прекрасно занимается, что за курс, расскажите несколько слов, да, какая у него наполняемость, и почему есть уверенность у вас, да, в этих ребятах, что они потянут? Это же тоже большой вопрос, должны же потянуть. Им деваться некуда, они потянут. То есть творчество, оно всегда на жесткой дисциплине, вы знаете, на самодисциплине. И поэтому хочешь не хочешь потянут, потому что дисциплина у нас есть, и никуда от нее им не деться. А так их 27 человек у меня, 15 лиц мужского пола и 12 девочек. Ну, наверное, не все, конечно, останутся в театре, хотя репертуар мы раскладываем на всех. И постепенно его накапливаем, потому что вот сейчас уже, хотя они только на третьем курсе, и еще им полтора года учиться, у них в запасе уже пять спектаклей. Пять выпущенных спектаклей, и еще вот в ближайшее время, в апреле у нас будет одна премьера, в мае еще одна премьера, и в сентябре еще грядет столько. То есть мы на будущий год откроем театр с полным репертуаром, с полной декорацией. С полными декорациями, с костюмами, то есть со всем. Мы постепенно пытаемся как раз вот этим и заниматься, накапливать эту базу. Не только творчески, но и материально. И у нас есть совершенно различные спектакли уже, потому что вот сейчас есть спектакль пластический, который как раз мы и возили по линии СТД и в Москву, и в Копенгаген. Это пластические мистерии, которые состоят из... Одна часть — это демон по поэме Михаила Юрьевича Лермонтова, а вторая часть — это хранитель, это мифы древних славян. Взят один миф. И, кстати, Ирина Анатольевна сейчас упомянула вот эти последние поездки, которые буквально только что произошли. Дело в том, что любое новое дело, надо о нем сообщать. Конечно. Да, что вот сейчас у нас родится ребенок. И мы начали, естественно, с нашей столицы, в Центральном доме актера имени Александра Яблочкиной. Мы презентовали наш будущий молодежный театр Самары. И по нашим давнейшним связям с российскими культурными центрами, которые есть при каждом посольстве, мы познакомили датчан с нашим будущим молодежным театром. И, вы знаете, довольно-таки успешно, потому что там присутствовали и педагоги столичных вузов в Москве, и заслуженные народные артисты, и театр Ленком, Вахтангова. И все были просто восхищены тем, что не ожидали, что в Самаре есть такие замечательные дети. Слушайте, ну вот вы видели, я видела, зрители у нас еще ничего не видели, поэтому давайте несколько сегодня фрагментов за программу посмотрим. фрагмент «Мистерия демон». Давайте посмотрим и продолжим наше обсуждение. фрагмент «Мистерия демон» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Демо! Добро пожаловать в Казахстан! 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 То есть это совершенно другая история абсолютно, однорукий из Пакена. Вот, дальше у нас мюзикл. Мюзикл. Слушайте, и пластик, и мюзикл, и драмка. Да, считается, что все жанры имеют. Ирина Томп, вот, наверное, те спектакли нашего будущего молодежного театра, которые уже сделаны, зритель где их может посмотреть? В учебном театре. В учебном театре нашего института. В учебном театре, Фунзи-138. Да, учебный театр. То есть уже можно ознакомиться. Ну, то есть здорово, что это не закрытая вещь, да, это не только для своих делается, это все на публику уже давно работает и имеет успех. Давно работает и имеет успех, и у нас уже своя прикормленная публика. И все новые и новые люди появляются. Да, прикормили. Все новые и новые люди появляются у нас в друзьях и в соратниках. Поэтому, я думаю, это интересное явление, и очень жалко. Вообще очень интересно. Я сейчас сижу, и у меня такое праздничное настроение, потому что открывается совершенно новая история, которой очень давно не было. У нас очень давно не открывались театры. А что такое театр, да? Мне очень нравится, как говорят мои старшие коллеги, что попадая в город, сразу понятно, есть ли в этом городе театр. По людям понятно. Естественно, по Самаре это давно понятно, и зарекомендовала себя Самара. Но если наша театральная ситуация будет иметь и эту грань, то я думаю... Она никому не помешает. Только в плюс. Только ее богатеть. Сотрудничество с какими-то вузами, еще школами, может быть, средними учебными заведениями в качестве дополнения зрителя, чтобы к вам еще какие-то ребята шли. Естественно. К нам ходят студенты разных вузов. Мы сами выезжаем к ним на площадки. У нас было 4 выезда. Мы посещали аэрокосмический университет, плановый университет, архитектурный университет. И везде имели успех единения студентов друг с другом. Потому что вначале они приходили на спектакль, садились, доставали мобильники. То есть это какая-то такая другая среда абсолютно для нас чуждая. Но в течение того, как проходил спектакль, все это немножко так отпадало. Они начинали втягиваться. И дальше они не отпускали нас. Молодежь славила свою волну. Да, не отпускали. Они все время что-то спрашивали. Они стояли вот так вот. И просто у них было вот такое вот желание. Они говорят, можно за вас подержаться? Представляете? Вплоть до этого. Потому что сейчас не хватает. Не хватает вот этого энергетического обмена. Не хватает вот этой правды. Понимаете? Чистоты и то, что мы не врем. Вот этого очень мало. И поэтому они молодые. И поэтому им легче не врать друг другу. Слушайте, у нас часто бывает, когда тех же школьников говорят, мы едем в театр. Они это скорее как каторгу воспринимают, нежели как какую-то награду. Здесь получается, ну, практически ровесники, да, сверстники, они говорят на одном языке. Для ребят, которых вы учите, которые костяк этого, да, будущего молодежного театра. Они несут, им интересно нести для своих вот эту вот всю историю, какие-то мысли. Очень интересно. Как они кайфуют сами? Да. А иначе бы у них не получалось ничего на сцене, если бы они сами не кайфовали. Понимаете? Они получают от этого огромное удовольствие. Получая это удовольствие, они его передают. Что такое театр? Это обмен энергетикой. Энергетика идет от артиста в зал, а артист получает обратную энергетику из зрительного зала. Тогда это театр. Понимаете? Они наоборот хотят рассказать все большему и большему количеству народа о том, что они знают. Восемь минут у нас до конца. Есть еще один фрагмент видео, очень хочется посмотреть. «Мистерия-хранитель». Давайте посмотрим и продолжим. «Мистерия-хранитель». 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 Вот эту эмоциональную базу, что все им вот таким молодым еще и вроде бы неопытным верят и сочувствуют и сопереживают. Вот это можно я отвечу на этот вопрос, потому что Ирина Анатольевна никогда этого не скажет, потому что история создания молодежного театра в Самаре, она ведется очень давно, с самого первого курса Ирины Анатольевны, который мне удалось увидеть. И мы говорили о том, что вот под этот курс надо открывать театр. Ну, были сложности всяческие. Второй курс Ирина Анатольевна выпускает. Мы опять говорим, вот опять курс. Самаре нужен молодежный театр. Ну, не получилось. И вот когда уже Ирина Анатольевна выпускает, сейчас уже третий курс обучает. Слава Богу, у нас ситуация получилась. То есть откуда они питаются? От Ирины Анатольевны Сидоренко. Это человек, который умеет вдохнуть в бревно душу. То есть такой мама Карла. Мама Карла, которая умеет это делать. Потому что, ну, это не секрет, что любое дело надо уметь. И есть люди, которые для этого рождены. Я вот не театральный педагог. Я, может быть, какие-то спектакли, как артист, хорошо умею исполнять. Но я не умею научить. Ирина Анатольевна умеет это делать. Ну, это ценно. В данном особенно контексте, да? Да. Я думаю, секрет-то, в общем-то, и в этом. Хорошо. Есть команда, да? Я так понимаю, команда ребят. И есть команда педагогов, которые работают и по пластике, и по режиссуре, и так далее. Кто эти люди, и кто вот с пластикой работает? Потому что я вообще, я просто восхищена. Работает Константин Александрович Яшков. Это человек, который живет в Тольятти. И в свое время он закончил ГИТИС у замечательного педагога Рудберга. Он закончил пластику. Пластику и пантомиму. То есть он получил образование как педагог, как раз пластик и педагог по пантомиме. И работает сейчас вот в нашем институте, но конкретно еще работает очень много с моим курсом, потому что в дополнительное какое-то время он делает именно с ними определенные вещи. Вот. Также работает Вадим Викторович Горбунов, замечательный наш педагог и хороший артист и режиссер. Вот. Он работает тоже с курсом. Также Александр Александрович Мальцев, который будет выпускать мюзикл, который очень на этом специализируется и любит это дело. И он тоже работает с этим курсом. Ну вот. Все же молодежная команда. На курсе работает еще Ольга Алексеевна Агапова. Вот она тоже выпустила. Да. Еще мы привлекли молодого режиссера Витю Трегубова, который тоже у нас работает с моим курсом. Поэтому как могу привлекаю различных различных людей для того, чтобы они получали от всех и многое, чтобы были разноцветные. Когда создастся вот этот молодежный театр, это же будет организация, да, по сути. То есть туда будут ли набираться новые артисты, будет ли вот этот какой-то обмен и так далее. И к чему ведут? Если этот костяк, да, который сохранится, они будут принимать к себе новичков? Они как вот обсуждали это с ребятами? Может они, вы не знаете, они вообще только вот в 27 человек хотят работать? Ну, вы понимаете, это, наверное, так-то гласно не обсуждалось, но негласно все имеют это в виду, потому что они понимают, что театр – дело живое. И если кто-то решает, что дорога его лежит в других сферах и областях, почему бы и нет? Новому всегда рады. Это нормально. Да. Остается буквально минутка, когда следующая премьера, что это будет? Следующая премьера у нас 13 апреля, и это будет «Макдонах». «Макдонах. Однорукий и спокойно». Вот. Делает эту работу Вадим Викторович Горбунов. Это в учебном театре можно будет посмотреть? Это в учебном театре можно будет посмотреть. А так, начиная с конца марта, с 30-го числа идет декадовая серия спектаклей как раз вот данного курса. Спасибо вам огромное, что пришли. Я думаю, не последний раз видимся по этому вопросу. И зовите, пожалуйста, на ваши премьеры. Мы с удовольствием будем приезжать, снимать сюжет. Владимир Александрович, за поддержку огромное спасибо. Согретьте, не прощаюсь. До следующей пятницы. Проведите выходные с пользой. С удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова